Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о таком интересном ягодном кустарнике, как Йошта. Это довольно распространенный в Западной Европе, особенно в Германии, Венгрии, Австрии, кустарник. Его особенность в том, что он является довольно сложным межвидовым гибридом между смородиной и крыжовником. И является продуктом почти 100 летних попыток получить крыжовник без колючек. Представьте, что 100 лет ученые пытались крестить эти два вида, но их не очень получалось. И только в середине 50-х годов прошлого 20 века у одного шведского ученого Фридриха Нилсена и у одного немецкого ученого, которого звали Рудольф Бауэр, это наконец-то получилось. Они получили действительно урожайные вкусные формы, которые Рудольф Бауэр назвал Йошта. Что за интересное название, скажете вы? Здесь возражается любовь немцев к составным словам. Это название произошло от составления двух названий ягод, которые участвовали в создании Йошты. Это Йоханнес Бэре, смородина по-немецки, и Стахель Бэре, это крыжовник по-немецки. Йоханнес Бэре, первая часть, и Стахель Бэре, вторая часть. Получилось Йошта. Итак, что же это за чудо Йошта? Своими свойствами она похожа в чем-то и на крыжовник, и на смородину, и в то же время имеет новое качество, которое отсутствует у обоих родительских пар. А именно, для начала мы должны сказать, что у Йошты очень сильный эффект гетерозиса. Йошты – это такое сложное научное слово, которое показывает резкое усиление жизненной энергии у потомков двух сильно отличающихся между собой особей или видов. Так вот, высота Йошты может достигать трех метров, а за один сезон она может дать прирост до полутора метров высотой. Это довольно-таки мощный, высокий, прямостоячий, иногда раскидистый кустарник с высокой силой роста. Второй момент. В отличие от смородины и крыжовника, она практически не дает никакой порсли и очень плохо переносит омолаживающую обрезку, либо сильные повреждения. Мы знаем, что смородину черную и красную нужно регулярно омолаживать, вырезая старые ветки. Этот номер с Йоштой не пройдет. Она на такие приемы отзывается очень негативно и может даже погибнуть. Она формирует довольно-таки долговечные ветви, которые гораздо дольше живут, чем у смородины, но чуть меньше, чем у крыжовника. Итак, это очень сильно рослое растение. Ее плюс в том, что она действительно не имеет колючек. Ее цветки похожи и на цветки крыжовника, и на цветки смородины. А ягоды тоже представляют собой нечто среднее. И у них есть очень интересная особенность, о которой мало кто задумывается. Дело в том, что первую половину лета вкус ягод Йошты напоминает крыжовник. А вот вторую половину лета, когда они доходят до полной зрелости, можно сказать, перезревания, они по вкусу как настоящий крыжовник. Цвет ягод обычно темно-красный, почти черный, иногда даже с таким синеватым отливом и восковым налетом. Не всем может она нравиться, она не очень крупная ягода, но у нее есть очень хорошее достоинство. По содержанию биофлавоноидов, п-активных веществ, антоцианов, то есть вот именно тех биологически активных веществ, которые необходимы для поддержания нашего здоровья, для снижения уровня холестерина, для борьбы с атеросклерозом сосудов, это прекрасные ягоды. Плюс повышенное содержание пектинов. Их у Йошты больше, чем у смородины некоторых сортов и больше, чем у крыжовника. Это ее однозначно плюс. А пектин это очень ценный продукт для того, чтобы выводить из организма различные шлаки. И оздоравливающе действует на кишечник. Урожайность Йошты у хороших сортов Йошты, ведь сейчас уже существуют не просто гибриды, а именно сорта, может достигать 10 килограмм с одного куста. Но, несмотря на все свои достоинства, на свою силу роста, на урожайность, Йошта очень чувствительна, ее цветки точнее, к возвратным заморозкам. Поэтому при посадке следует выбрать такое место, где нет застоя холодного воздуха, особенно весной. То есть низины и западины ей не подходят. В остальном, по своим требованиям к условиям произрастания, к уходу, она практически не отличается от смородины. Только следует помнить, что это кустарник сильно рослый, с мощной кроной и не менее мощной корневой системой. Поэтому яму для нее следует готовить побольше, чем для смородины, и вносить туда хорошую дозу органики, на которую она очень хорошо отзывается. Да, смородина хорошо, у нее есть свой вкус, крыжовник тоже хорошо. Но и Йошта, я считаю, это достойный ягодный кустарник для вашего сада. Ее, кстати, можно использовать не только как ягодную культуру, но и как декоративное растение для оформления живых изгородей, таких стенок, которые разграничивают участок на отдельные зоны. Она хорошо отзывается на стрижку, то есть формирующую, чтобы поддерживать крону в заданных параметрах. Важный плюс Йошты – это то, что она устойчива к болезням, опасным для корыжовника и для смородины. Она практически не поражается различного вида пятнистостями. Подавляющее большинство сортов и гибридов Йошты устойчива к мучнистой росе. То есть болезнь и устойчивость – это очень важный плюс для данного вида растений. Как ее можно размножить? Размножается она практически всеми способами, как черенкованием, так и семенами. Но при семенах происходит очень сильное расщепление. То есть вы никогда не получите из семян Йошты точно такое же растение, как материнское. Поэтому для того, чтобы сохранить свойства родительского растения, получить точно такое же, нужно использовать черенки или отводки. Черенки можно использовать зеленые, одревесневшие и комбинированные. Но лучше всего Йошта размножается зеленым черенкованием. При этом можно использовать, и я даже рекомендую, различного рода стимуляторы, типа корня вина. Во всем остальном, размножение Йошты ничем не отличается от размножения, допустим, смородины черной, либо красной черенками. И уже на второй год вы получите первый урожай очень вкусных, ароматных ягод и, главное, полезных. Сажайте Йошта на своем участке, выберите для нее хорошее место. И я думаю, она порадует вас прекрасными плодами, которые лучше всего, если честно, идут в переработку. Которые дают прекрасное варенье с очень высоким содержанием пектинов. Процветания вам и вашему саду! Смотрите наши сюжеты, ставьте лайки и до новых встреч!